Этой осенью нас ждёт как минимум очень стильная игра от испанской студии Digital Mind Games — это двухмерный приключенческий боевик с элементами метроидовании The Spirit of the Samurai. Студия Digital Mind вообще специализируется на анимационных проектах, что и объясняет выбор такого трудоёмкого, но радующего глаз визуала. И да, в The Spirit of the Samurai все движения героев предварительно записывались в технике покадровой анимации, а уровни и их обитатели детально проработаны в стиле легендарного мастера визуальных эффектов Рея Харри Хаузена, обладателя Оскара за фильм «Могучий Джо Янг» 1949 года. Сюжет игры расскажет историю самурая Такеши, который должен защитить свою деревню от порт разнообразных демонов из японской мифологии, а помогать самураю в этом будут отважный маленький дух Кодаме и кошка-воин Чесай. Помимо графики с покадровой анимацией, в The Spirit of the Samurai нам обещают полные секретов атмосферные уровни — оружие древней Японии, специальные атаки и редактор комбо, а также неглупый динамический искусственный интеллект для врагов. Всем привет, это GSTV. Сегодня среда, 28 августа 2024 года. У микрофона Павел Сергазиев, и вы смотрите главные новости игр последних дней. Игровые порталы опубликовали превью грядущего ремейка Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Журналистам пока разрешили пройти только примерно полтора часа игры, в которые попал самый первый уровень в фирменных сибирских джунглях. Причём записывать и показывать геймплей даже этого небольшого отрывка Konami не позволили, выдав для визуальной поддержки отзывов лишь подборку скриншотов, на которые попали стелс-механики, перестрелка, пасхалка с уточкой и потрёпанный снэк с оголённым торсом. Поэтому и нам пока придётся обходиться этим скудным набором из текстовых обзоров превью. Абсолютно все журналисты отмечают, что Konami предпочла сделать прямой ремейк оригинала. И если бы не переезд на новый движок, игру вообще по-хорошему стоило бы считать просто ремастером — настолько скрупулёзно в ней были воссозданы все мелкие детали и творческое видение Хидео Кадзимы. Конечно, авторы ремейка неизбежно добавили и кое-что от себя, но связано это исключительно с осовремениванием геймплея. Например, в обновлённый Snake Eater гораздо удобнее сделано переключение между вариантами камуфляжа, а только что найденное оружие или предметы были перенесены в слот быстрого доступа. Кроме того, теперь интерфейс показывает направление к следующей цели. Дополнительно было обновлено и управление, его приблизили к раскладке из Metal Gear Solid 5, но даже тут есть возможность при желании вернуться к так называемому классическому управлению. При этом сам тестовый игровой процесс произвёл на журналистов приятное впечатление — проект хорошо выглядит и приятно играется. В итоге мы получим фанатично верный ремейк Metal Gear Solid 3, который выглядит именно так, как мы его помним, если давно не запускали, и теперь действительно способный привлечь новую аудиторию за счёт обновлённой графики и современного управления. В Steam вышел атмосферный хоррор Beyond Hanwell, какое-то время назад хорошо себя показавший на Steam Next Fest. Тогда, после прохождения игрового демо, это творение соло-разработчика, скрывающегося под брендом Steel Art Software, сразу добавили в виш-листы несколько тысяч человек, и вот сейчас у них появилась возможность пройти игру целиком, правда, пока только в формате раннего доступа. Сюжет на Beyond Hanwell переносит нас на улицы кошмарного Лондона, а точнее района Вестминстер, который нам предлагается свободно исследовать, выясняя тайну произошедшего необъяснимого события, названного «Вспышка». Ну, как свободно исследовать? Нам, естественно, придётся постоянно уворачиваться от подстерегающих аномалий и находить нетривиальные способы победы над встречающимися на пути монстрами. И, да, ради сохранения атмосферы хоррора, интерфейса у игры нет, а потому степень ранения протагониста придётся определять на глаз, ориентируясь на его возможность восприятия действительности. Геймплейные механики предполагают сочетание ближнего боя, в котором придётся хватать всё, что попадётся под руку, стрельбы, если получится найти подходящее оружие, и решение головоломок. А основную ставку автор сделал на мрачную атмосферу и ощущение гнетущей беспомощности. Любой игровой сервис должен соответствовать трём параметрам. Он должен быть интуитивно понятным, он должен иметь адекватную ценовую политику, и он должен быть полностью безопасным. Steam всегда этому чётко соответствовал, что и сделало его самым востребованным в индустрии. Однако в нынешнее время у жителей России нет возможности пополнять его напрямую, поэтому всегда стоит держать под рукой ещё один сервис — Купикод. Просто, дёшево, безопасно — это тоже про него. Тут вы можете покупать игры с сохранением всех стимовских скидок, в том числе и те, что недоступны для российских пользователей. Товар вы получите на свой Steam-аккаунт в качестве подарка в автоматическом режиме в любое время суток сразу после оплаты. В продаже есть буквально весь Steam. Если ищите конкретную игру, вбейте её название в поиске. Сервис не запрашивает пароли и другие данные от аккаунта. От вас нужна только ссылка на него, поэтому не беспокойтесь по поводу безопасности. Если вас интересует пополнение — заходите на SteamCupicod.ru, выберите нужную сумму, требуемый регион, введите логин и совершите платёж. Обязательно воспользуйтесь нашим промокодом GSTVNEWS — он снижает комиссию на 2%, а в случае с покупкой гифтов — на 10%. Купикод — это целая экосистема, открывающая массу возможностей. Переходите по ссылке в описании или закрепе и наслаждайтесь играми без ограничений. Организаторы фестиваля Gamescom 2024 опубликовали итоги своей ежегодной премии. Жюри из экспертов индустрии и участников сообщества выбрали самые лучшие, по их мнению, игры из тех, что были в этом году представлены на выставке. Стенд Microsoft, кстати, признали самым интересным благодаря тому, что на нём было представлено сразу более 50-ти игр. При этом триумфаторами премии стали, как ни странно, Monster Hunter Wilds и Little Nightmares 3, которые получили больше всего наград. Вот о них сейчас и поговорим подробнее. Bandai Namco привезла на выставку полноценную демоверсию, анонсированной в прошлом году Little Nightmares 3. Её разработкой занимается британская студия Supermassive Games, хорошо знакомая любителям хорроров Puntil Dawn и The Dark Pictures Anthology. Несмотря на цифру в названии, Little Nightmares 3 прямым продолжением первых частей не является. События триквела серии развернутся в совершенно новом месте и расскажут о приключениях абсолютно новых героев. Их в третьей части не трое, как можно было бы предположить, а вновь двое. Это мальчик в маске из вороньего черепа и с луком за спиной по имени Лоу, что можно вольно перевести как «низкий», и девочка, одетая в шлем пилота и зелёный комбинезон, а за спиной носящая гаечный ключ. Её зовут Элоун, что значит «одиночка». В показанном на фестивале фрагменте герои пробираются по метрополису — некогда шумному городу, который теперь выглядит совершенно безжизненным, а местами и вовсе лежит в руинах. Пересекать которые персонажам помогает их снаряжение, лук перебивает верёвки и разит врагов, а гаечный ключ помогает запускать механизмы и работает как мощная дубина. Последнее крайне полезно, поскольку кое-кто из недружелюбных жителей города всё ещё живёт среди развалин. Как и вторую Little Nightmares, игру можно проходить в одиночку, и тогда роль напарника возьмёт на себя искусственный интеллект. Но вообще, она естественно заточена под возможность объединиться с другом в локальном кооперативе или онлайне. Причём игра поддерживает Friend Pass, то есть для игры по сети не придётся докупать вторую копию. Изначально релиз Little Nightmares 3 планировали на этот год, но, как и многие другие проекты, в итоге отложили до следующего. Выйдет игра на всех возможных платформах, за исключением разве что мобилок. Ну и конечно, рассказывая о триквеле Little Nightmares, которую разрабатывают Supermassive, невозможно не упомянуть, что одновременно с ней и на том же самом Gamescom создатели оригинала из студии Tersier представили абсолютно новый, но чего греха таить, похожий до степени смешения проект Reanimal, который тоже предлагает нам погрузиться в кооперативное и пугающее путешествие мальчика и девочке через настоящий ад в попытке спасти пропавших друзей. Права на культовую серию, созданную Tersier, остались у Bandai Namco, а их новое творение будет издавать уже THQ Nordic. И, возможно, для рядовых игроков это даже хорошо, ведь у нас будет возможность получить сразу две, пусть похожие, но при этом отличные игры почти одновременно. Monster Hunter Wilds на Gamescom признали лучшим развлечением, самым эпичным проектом и лучшей игрой для PlayStation. Хочется верить, что не только благодаря тому, как сильно завирусилась в сети кузнец Джемма, отвечающая тут за починку и создание оружия с бронёй. На самом деле, на выставке многим создателям контента удалось опробовать демо Monster Hunter Wilds. И, что более важно, сотрудники Capcom без проблем позволили блогерам стримить свои прохождения, благодаря чему в сети можно собрать немало полезной информации о проекте. Для демонстрации Monster Hunter Wilds использовали все целевые платформы — ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Гостям выставки позволили исследовать фрагмент игрового мира и сразиться с несколькими чудовищами. Благодаря этому мы, например, узнали, что в Monster Hunter Wilds не будет разделения на мужскую и женскую бронё. И любой красивый комплект можно надеть на своего персонажа. Тела убитых монстров превратили в физические объекты, то есть после сражения при желании на павшее чудовище можно будет взобраться. Монстр, находящийся при смерти, для удобства будет отмечаться значком черепа на карте. Всё оружие в игре получит механику идеального тайминга, а несработавшие ловушки наконец-то можно будет забирать обратно. Кроме того, демонстрационные версии Monster Hunter Wilds показали как минимум часть процесса кастомизации — игроку разрешается выбрать палику для своего персонажа и внешность героя. Правда, на выбор предлагается несколько заранее созданных вариантов, и самостоятельно поправить внешность дополнительно уже не выйдет. Сиквел Tales of Iron выйдет в феврале 2025 года на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. В издательстве Unite Label рассказали, что продолжение двухмерного экшен-РПГ про крысёнка по имени Орло получит подзаголовок Whiskers of Winter и расскажет о путешествии крохотного героя на суровый север. Судя по небольшому трейлеру с геймплейными кадрами, которым издатели оповестили публику о дате выхода игры, вторая часть Tales of Iron будет заметно мрачнее первой. А по сюжету здесь наследнику Стражи-Пустоши придётся победить древнее зло — Чёрные крылья, для чего нужно будет развивать поселение, объединять разрозненные кланы грызунов и охотиться на легендарных чудовищ, вроде пауков, змей и дикобразов. Рассказчикам игры, чей голос мы будем слышать на протяжении всего прохождения, как и в оригинале, выступит Даг Кокол, то есть английский голос Ведьмака Геральта из Ривии в играх от CDPR. Рэнди Питчфорд не обманул ожидания фанатов. Borderlands 4 действительно находится в разработке, и её анонсирующий тизер-трейлер грянул как гром среди ясного неба во время Gamescom 2024. Правда, на этом заканчивается почти всё, что мы о ней пока знаем. В тизере нам показали лишь столкновение планет и культовую мазку психа, а завершился ролик быстрой-быстрой сменой картинок. Но кое-какие выводы из этого всего можно попробовать сделать. Во-первых, кажется, впервые в истории серии Borderlands 4 переносит действие на совершенно новую планету, оставляя позади привычную Пандору. Во-вторых, среди мелькающих кадров фанаты рассмотрели неизвестное лицо, которое многие логично приписали вернувшемуся красавчику Джеку. Поскольку пусть его история и завершилась в Borderlands 2, но злодей этот уж очень полюбился поклонникам. А потому отсылки к нему имеются и в других частях серии. Но, увы, надежды фанатов на его полноценное возвращение Рэнди Питчфорд решил разрушить лично. Он прокомментировал догадки фанатов и сообщил, что лицо из тизера принадлежит не Джеку, а гораздо более опасному и зловещему персонажу. Правда, появлялся ли этот зловещий персонаж в серии раньше, или он станет абсолютно новой угрозой — понять из его слов пока невозможно. Чем ближе релиз, тем больше информации о предстоящей Dragon Age The Vale Guard мы получаем. Вот, например, несколько дней назад рейтинговое агентство Сингапура присвоило игре возрастной рейтинг 18+. Это само по себе неудивительно, но тут есть интересное уточнение. В описании, составленным агентством, перечисляется разнообразный взрослый контент, который входит в игру, и, согласно этому описанию, ранее обещанную авторами Вэлгард клубничку всё же ждать не стоит. Персонажей будут показывать максимум топлес, обнажения ниже пояса не будет, сцен секса в игре тоже не появятся — игроки увидят лишь двусмысленные диалоги, поцелуи, объятия и затемнение. Ещё в рейтинговом описании игры упоминаются кровавые жертвоприношения и локации, где повсюду разбросаны или развешаны мёртвые тела. Сама же BioWare на выходных показала обещанный геймплей и сражения за героя высокого уровня. И на сей раз — за класс воина. Разработчики постарались избежать спойлеров, поэтому ни катсцен, ни боссов в видео нет. Но кое-что интересное из него выделить можно. Рук, как и другие персонажи, теперь, кажется, имеет нечто вроде паучьего чутья, которое работает подобно аналогичной механике с Бэтмен Аркхем и Спайдермен. Эта система, как вы понимаете, предупреждает о приближающихся атаках, что позволяет вовремя парировать или уклоняться от них, делая бой более динамичным и интуитивно понятным. Окружение в Вейлгард можно будет использовать в бою. Например, в видео нам показали, что можно сбросить врага с обрыва. Это не только эффективно, но и добавляет зрелищности. Новое колесо способностей — это не просто мини-указание спутником. Оно также предоставляет игроку много полезной информации в бою. Там можно будет видеть и потенциальные возможности для комбинации способностей, и уязвимости и сопротивления врагов. Мы сможем давать союзникам команды атаковать конкретного врага с конкретным комбо. Противники в Вейлгард имеют дополнительную шкалу ступора, которая заполняется при получении ударов, и когда она достигает максимума, враги становятся уязвимыми для увеличенного урона или завершающей атаки, которая позволяет быстро завершить бой. Также чуть подробнее авторы рассказали про ПК-версию Dragon Age The Vailguard. Игра будет поддерживать апскейлеры XCSS, FSR 2.2 и DLSS 3, а также получит поддержку генерации дополнительных кадров из пакета DLSS 3. А вот генерации кадров от AMD в Вейлгард, похоже, не будет. Дополнительно разработчики показали нам умное меню графических настроек, которое умеет сразу же показывать, как именно выбранные параметры повлияют на качество картинки, и заодно прояснять степень воздействия той или иной настройки на видеокарту, процессор и видеопамять. Благодаря этому игрокам должно быть проще подгонять настройки под конфигурацию своего ПК. Что вы думаете по поводу последних событий, пишите в комментариях. Будем рады вашим лайкам и новым подписчикам на наш канал, а также на Boosty и Telegram. Заглядывайте почаще — у нас всегда есть новости. До встречи на GSTV. Субтитры создавал DimaTorzok